В Абакане за неуплату многомиллионных долгов задержан Павел Бурнаков, известный в соцсетях как основатель группы «Черная Хакасия». В отношении должника Павла Бурнакова возбуждено 34 исполнительных производства, которые объединены в сводное исполнительное производство о взыскании денежных средств на общую сумму более 15 миллионов рублей. Вскоре за свет станем платить больше. Хотите сэкономить? Срочно передавайте показания счетчика. После 1 июля поступившие показания будут рассчитываться по новому тарифу. «Черная Хакасия» попала в список регионов с нарушениями прав граждан при обеспечении льготными лекарствами. Чтобы организовать стабильность в этой системе, Минздрав поменял устав лечебниц. Чиновники села Знаменка больше 4-х лет не могут ликвидировать коммунальную проблему. Из-за порыва возле жилых домов образовалось вот такое озерцо. Местные с горечью шутят в пору разводить рыбу. Сегодня судебными приставами за неуплату огромных долгов в размере 15 миллионов рублей задержан Павел Бурнаков. Известный в соцсетях как основатель группы «Черная Хакасия». Об этом мы расскажем чуть позже. Сегодня в выпуске сюжет готовится к эфиру. А пока о проблемах льготников. Хакасия попала в список регионов, в которых нарушаются права людей при обеспечении их льготными лекарствами. Проверку проводил Федеральный Росздравнадзор во всех субъектах России. Катерина Ярушина узнала, почему республика оказалась в неприятном положении и как Минздрав готов исправить ситуацию. Информация о нарушениях в обеспечении населения льготными лекарствами появилась на сайте Росздравнадзора. Ее сразу подхватили все СМИ. Хакасия в списке отстающих по двум пунктам. Несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам зафиксировано в девяти субъектах. Брянской, Тверской, Ярославской, Республике Коми, Адыгеи, Алтае, Хакасии, Дагестане и Краснодарском крае. Отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарственных препаратов выявлено в семи субъектах. Тверской, Самарской областях, Республиках Коми, Адыгеи, Башкортостане, Хакасии, Чукотском автономном округе. В нашем Минздраве объясняют онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма, неизлечимые патологии с риском для жизни. Это тяжелые хронические заболевания, требующие дорогостоящего лечения. У Министерства приоритет обеспечить лекарствами пациентов с такими диагнозами. Сейчас в Хакасии больше 10,5 тысяч федеральных и почти 45 тысяч региональных льготников. Количество последних увеличилось на 5 с лишним процентов. А сумма на закупку лекарств складывается из затрат на одного гражданина. На этот год норматив составляет 860 рублей в месяц. На приобретение медикаментов для федеральных льготников Хакасия получила чуть больше 110 миллионов рублей. Фактическая потребность составила 158 миллионов рублей. На обеспечение лекарств региональных льготников в этом году Хакасии доступно чуть больше 400 миллионов рублей. Однако по факту в медикаментах нуждаются по заявкам на 472 миллиона рублей. Самой главной проблемой, почему в аптеке задерживаются поставки, руководство Министерства считает, желание фармкомпаний заработать, игнорируя начальную минимальную цену. Торги затягиваются. Так, по данным на июне, состоялись аукционы почти на 100 миллионов рублей. Весь перечень препаратов, находящихся в перечне жизненно важных лекарственных средств, он ценовой политикой урегулирован, мы не работаем выше. Но, к сожалению, фирмы, которые в основной цели ставят доход, это естественно, они на эти цены не идут. И они идут второй, и третий раз, когда цена будет немножко повышена, и они смотрят свою выгоду, и только тогда сегодня выходят на эти торги. Вот, посчитайте, один к двум состоявшийся, не состоявшийся отсюда. Основная проблема отсюда. Еще в Хакасии дефицит пунктов выдачи льготных лекарств. В Ресформации осталось всего пять аптек. Муниципалы не хотят этим заниматься, берутся частные ненадолго. Фармацевтов в деревню тоже не найти. Чтобы организовать стабильность в этой системе, Минздрав поменял устав лечебниц. С этого года все медицинские организации наделили функциями обеспечивать граждан анальгетиками и льготными лекарствами на амбулаторный сегмент. Вместе с тем, Минздрав держит ситуацию под контролем. Сейчас продолжаются закупки медикаментов. В торгах больше 100 миллионов рублей. В случае необходимости руководство от здравоохранения готово обратиться в Минфин Хакасии. Катерина Ярушина, Дмитрий Парахин, РТС. Сегодня абаканские выпускники прощаются со школой. О том, как начался общегородской праздник, расскажет чуть позже Андрей Пахабов, который сейчас готовит сюжет. А пока об очередном повышении тарифов на свет. С 1 июля для домов с электроплитами тариф вырастет на 4 копейки за киловатт, а для газифицированных на 6. О том, как не переплатить лишние деньги за первое полугодие, сейчас расскажем. Дмитрий Парахин, РТС. Тариф на 1 января должен быть в соответствии с законодательством равен тарифу на декабрь, который был установлен. Таким образом, для домов с понижающим коэффициентом, то есть с электроплитой, тариф поднимется на 4 копейки за киловатт-час. А для газифицированных домов стоимость возрастет на 6 копеек. В свою очередь энергетики призывают потребителей натянуть с передачи показаний за июнь. В противном случае человек рискует переплатить. Потребитель, передав показания полностью за июнь месяц, сможет оплатить данный объем по тому тарифу, который действует на сегодняшний день. Далее, после 1 июля поступившие показания будут рассчитываться по новому тарифу. Поэтому для потребителя сэкономит его бюджет, если потребитель передаст показания сейчас. Тем более, как отмечают эксперты, в современных условиях и передача данных, и оплата счетов за электричество упростилась до нескольких кликов в интернете или одного звонка на телефон. Оскар Артемонов, Александр Сердюк, Дмитрий Щегов, РТС. Психически больной мужчина убил двоих жителей Хакасии. Трагедии произошли 16 и 18 июня. Подозреваемого задержали. Полицейским удалось выяснить, что с обоими жертвами мужчина был знаком. Пострадали от рук 24-летнего жителя Багратского района, мужчина из Большой Ербы и жителя Бакана. С обоими у подозреваемого был конфликт. Сельчанин не заплатил парню за помощь по хозяйству. Причина ссоры со второй жертвой неизвестна. Оба погибших скончались от ударов по голове. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье «Убийство». По информации следственных органов, злоумышленник страдает психическим заболеванием, состоит на учете у врача-психиатра. Павел Бурнаков, известный в соцсетях как основатель группы «Черная Хакасия», задержан сегодня в Абакане судебными приставами. Ему вменяют в вино невыплату долгов в размере 15 миллионов рублей. Громкий скандал в Хакасии разгорелся еще 4 года назад. Тогда на удочку Павла Бурнакова попались десятки вкладчиков республики. Грязные дела проворачивали в сфере кредитных кооперативов. На сайте «Я Хакасия» юрист Антон Шилкин рассказал, как орудовали мошенники. Желая приумножить свой капитал, люди вкладывали в потребительский кооператив кровно заработанные. Прибыли им обещали немалую, около 30% годовых от вносимой суммы. Деньги доверчивых жителей республики так и ушли в тень. А сегодня Павел Бурнаков попал в руки приставов. В отношении должника Павла Бурнакова возбуждено 34 исполнительных производства, которые объединены в сводное исполнительное производство о взыскании денежных средств на общую сумму более 15 миллионов рублей. В том числе и произведение ареста на имущество должника. Полученные денежные средства были перечислены взыскателем, но они, увы, не покрыли всю имеющую задолженность. После ознакомления с протоколом должник был доставлен в мировой суд, который, рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении, признал неплательщика Бурнакова виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 6 суток. Между тем, Бурнаков сам к приставам не явился, да и штраф за просрочку платежей он не заплатил, за что и угодил в камеру на 6 дней. Вот комментарии, которые возмущенные люди пишут сегодня в соцсетях. Штрафы платить надо, вне зависимости, кто ты, активист или домашний тихушник. Да и правильно его задержали, он моим родственникам должен больше 400 тысяч рублей и отдавать вообще не собирается. Исполнительное производство. Ищите там Бурнакова и встречайте интересные суммы. Теперь у Павла Бурнакова будут большие проблемы. Если он не вернет людям деньги, ему предстоит ответить по закону. Полина Назарова, Станислав Колчинаев, РТС. В селе Знаменка Багратского района больше четырех лет не могут устранить порыв в заброшенном доме. Из-за коммунальной аварии подтапливают жилые участки, но получить помощь от властей у местных жителей не выходит. В проблеме разбиралась Виктория Титова. Из-за порыва возле жилых домов образовалось вот такое озерцо. Местные с горечью шутят в пору разводить рыбу. А что, глубина позволяет? Это я еще на миле стою. Да и на рыбалку далеко идти не придется. Достаточно выйти за ограду. Однако с началом дождей становится не до шуток. Озерцо от заброшенного дома расползается и топит соседние. Больше всего достается участку Анны Горбуновой. Из-за постоянной сырости гниют забор и полисадник. Обваливается погреб. Пришел в негодность огород. Но все это лишь часть беды, негодует женщина. Затопленный дом так и манит местную детвору. Чтобы не допустить несчастья, приходится делать обходы. Постоянно идут ребятишки. Вы можете видеть, палочки пихают, проверяют глубину. Пытаются в дом пройти. А там в доме тоже скрыты вот эти вот ямы. И везде полно воды. Но до беды же недалеко. Обстановка в заброшенном доме и впрямь опасная. Глубина воды под гнилым полом достигает нескольких метров. Кроме того, обваливаются стены. Просела крыша. Кажется, здание вот-вот рухнет. Анна Горбунова сетует. Проблему с заброшенным домом и порывом пытается решить через сельскую администрацию уже больше четырех лет. Действий никаких. Глава знаменки еще в феврале пообещал нашей съемочной группе и устранить порыв с приходом тепла. На дворе лето, но ничего не поменялось. Мы вновь пообщались с руководителем села. Я получаю 600 тысяч. У меня есть соглашение между мной и правительством. Я просил 300 на латание вот этой дыры. Мне дали 600. Я залатаю еще две дыры в знаменке. То есть всего три. Вот оно от 19 числа на 600 тысяч. Теперь залатать дыру в заброшенном доме глава администрации намерен в августе. Так что за любопытными ребятишками Анне Горбуновой придется приглядывать недолго. Главное, чтобы местная власть вновь не забыла о своих обещаниях. Виктория Титова, Андрей Доржум, РТС. Республиканский музейно-культурный центр продолжит работать в штатном режиме как минимум до начала сентября. Напомним, прокуратура потребовала приостановить работу главной культурной сокровищницы Хакайси из-за нарушений противопожарного законодательства. В конце зимы была назначена судебная экспертиза. Накануне Абаканский городской суд постановил провести дополнительную сроком до 2 сентября. До этого времени все уникальные коллекции музея останутся доступными для посетителей. Министерство экономического развития Хакайси отмечает 10 лет со дня основания. Сегодня в честь юбилейной даты работников ведомства поздравил и поблагодарил за труд глава региона Валентин Коновалов. Сегодня мы, так сложилась ситуация, стоим на очень важном рубеже. Нам предстоят действительно серьезные решения воплотить в жизнь, которые зададут вектор и динамику дальнейшего развития Хакайси. И, безусловно, нам требуется и новое качество роста экономики, и более эффективная система планирования. Те задачи, которые стоят перед министерством, они действительно колоссальные. В Минэкономразвитии строят инвестиционные прогнозные планы, выделяют приоритеты трасслей, анализируют их работы и помогают предпринимателям об оформлении удобной ставки по кредитам. Изучают потребительский рынок. Я хотел бы отметить сплоченность нашего коллектива, способность его решать задачи, потому что не только я, я только представляю коллектив. На самом деле, люди, которые у нас работают, с которыми мы вместе все работаем, способны решать задачи, воплощать их в жизнь и, соответственно, делать республику лучше. Сегодня благодарственные письма за свой труд из рук главы региона получили 24 человека. Отметили и ветеранов отрасли. Мы прогнозы же отрабатывали инвестиции, исходя из реальности, которая сегодня существует. Но у нас в республике в основном это связано с энергетикой, развитие угольной отрасли. Как мы прогнозировали, и в принципе развивается на сегодня угольная отрасль у нас, энергетика. Помимо поздравлений от главы региона, сотрудники министерства получили и ведомственные награды. Катерина Рушина, Станислав Колчина, РТС. В эту субботу в музее под открытым небом Усть-Сосбейского района в девятый раз отметит обрядовый праздник Кюн-Пазы, День Большого Солнца. Заезд участников 22 июня в 18 часов, одна из самых интересных частей празднования, шаманский обряд проводы солнца, начнется на закате полдесятого. Организаторы советуют гостям, кроме палаток и спальных мешков, захватить с собой кусочек мяса или молочного изделия для участия в обряде кормления огня от ИНЭ. Как считают Хакасы, встретить рассвет в День Летнего Солнцестояния значит зарядиться силой и счастьем на год вперед. Окунуться в атмосферу старинного праздника смогут и телезрители РТС. Смотрите материал наших корреспондентов в выпуске новостей в понедельник. Олег Иванов. Первое. Нужно, чтобы на сегодняшний день усилиями исполнительного органа власти координировалось территориальное планирование муниципальных образований. Потом надо налоговой инспекции перестать махать дубиной и наносить удары по строительной экономике. К примеру, на несколько десятков миллионов налоговая инспекция оштрафовывает строительную организацию. Та, чтобы удержаться на плаву, начинает сокращать своих подрядчиков. Те субподрядчиков в результате строительная отрасль останавливается. Это надо пресечь, отобрать дубину у налоговой инспекции. Удар по коррупции. У нас добыча ПГС, добыча гравия зачастую на именных выработках получается, на именных карьерах. Такого быть не должно. Должен быть лицензированная добыча в каждом районе. Эту работу должны анализировать и Минприроды, и Минэконом, и в целом правительство обязано выполнить эту работу. Возьму кредит и в отпуск. Одобряешь? Да. Знал, что поддержишь. Кредит до миллиона рублей под 9,9%. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Меланома – злокачественное новообразование кожи, которое может развиваться на месте родинки. Возможность ее предотвратить – своевременная диагностика и удаление бородавок, родинок и папиллом. В медицинском центре Еврошарм это сделают безболезненно, быстро и, самое главное, безопасно, по очень демократичным ценам. Консультация бесплатная. Телефон 305-007. Возьму кредит и в отпуск. Одобряешь? Да. Знал, что поддержишь. Кредит до миллиона рублей под 9,9%. Восточный банк. Одобряем ваши желания. В преддверии жарких выходных жители Хакайсии просят быть осторожными на водоемах. Всего в республике на этот момент работают лишь 13 оборудованных пляжей. Купаться разрешено в столице Хакайсии на Дренажном канале, в районе Речвокзала, в Саиногорске на Гравийном карьере и в Енисей в районе школы номер один. На озерах Куренко, Подгорное, Красное, Утиное, Дикое, Ждановское, Шира и Белё. Освежиться смогут жители Хакайсии и на Калининском карьере. Эти водоемы обследовали специалисты. Напомним, купание разрешается только в проверенных местах, там, где развернуты спасательные посты. В России проходит патриотическая акция «Горсть памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби. Завтра вся страна вспомнит печальную дату – начало Великой Отечественной войны. В рамках акции к месту строительства главного храма вооруженных сил будет доставлена земля со всех воинских захоронений. Завтра в европейскую часть страны отправляется и 10 кесетов из Хакайсии. Кесет – небольшой мешочек. Во время войны именно в таких солдаты Красной Армии держали табак. Сейчас в этих кесетах хранится земля, которую в преддверии Дня Победы участники ежегодного автопробега собрали с воинских захоронений Абакана, Белого Яра и Усть-Абаканского районов. «Соответствующие размеры 10 на 15 и установленная бирка. Все кесеты строго опечатаны сургучной печатью. То есть это говорит об ответственности, которую мы исполняем». Честь доставить землю выпала помощнику военного комиссара Хакайсии. 22 июня Олег Пагельс отправляется в Екатеринбург. Уже оттуда кесеты должны попасть в Подмосковье, где возводится главный храм вооруженных сил России. Рядом с ним развернутся мемориальные комплексы, в числе которых так называемая «Дорога памяти». Длина этого пути составит 1418 метров. Столько дней длилась Великая Отечественная война. «На сегодняшний день там приготовлено 28 тысяч гильц, куда и будут закладываться кесеты со всех субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Отовсюду, где есть воинские захоронения советских солдат». Сейчас военный комиссариат республики систематизирует и оцифровывает данные на всех, кто был призван с 1941 по 1945 годы из Хакайской автономной области. Собрано порядка 65 тысяч фотографий и досье. Они также попадут в новый мемориальный комплекс в виде огромной мозаики галереи воинской славы. Андрей Пахабов, Станислав Колченаев, РТС. Абаканская администрация определила проектировщика о будущей ледовой арене. На эти цели из городской казны выделят около 9 миллионов рублей. По итогам электронного аукциона проектирование спортобъекта доверили красноярской компании «Строймастер», которая должна завершить эту работу до 1 ноября. Напомним, ледовую арену планируют разместить в парке нового района «Арбан». Известно, что это будет двухэтажное здание, которое должно вмещать от 1 до 1500 зрителей. О параметре самого ледового поля 60 на 30 метров. Пешком во взрослую жизнь в эти минуты выпускники Хакасии прощаются со школой. В Абакане праздничное шествие началось с театральной площади. Съемочная группа РТС работает в эпицентре большого праздника. Главные герои дня за моей спиной ребята ждали этого долгих 11 лет. И, наконец, дождались. Практически все экзамены сданы. И вчерашние школьники уже готовятся отправиться в самостоятельное путешествие. Планов громадьет. Давайте узнаем о них поподробнее. За границу планирую поступать. Правда, через год, дай бог, получится. Сегодня надо пережить. На самом деле планы действительно есть. Но просто сложно выбрать, когда очень много возможностей у тебя. И когда ты можешь делать все, что ты захочешь после школы. Есть планы. Закончить институт, потом найти достойную работу с достойной зарплатой, чтобы прожить свою жизнь так, как я хочу. Прощение со школой – особенный праздник, который непременно должен запомниться. Но чтобы до него добраться, выпускникам необходимо встать в одну колонну, пройти по улицам Щетинкино, Чертогашево и Вяткино до стадиона Саяна. Такова традиция в республиканской столице. Автомобильный проезд на указанных улицах, как сообщали в Абаканской мэрии, перекрыт. Подробный репортаж с места событий смотрите в понедельник на РТС. На 10-м международном эколого-этническом фестивале театров кукол Черчаян свой спектакль для семейного просмотра под названием «Тру-петру» представит Петербургский театр Петрушки по пьемошенники. Постановку зрители увидят 5 июля в Центре культуры и народного творчества имени Кадышева. 6-го актеры поедут в Абазу, а 8 июля порадуют жители поселка Шира. Зрителям обещают комедию с боями на подушках, дубинках красавицами-наградами. Попьемошенники продолжают традиции народного балаганного театра, используют средства и приемы петрушечников прошлого. Кукловод работает с пищиком, устройством которое изменяет голос. Представление основано на прямом участии зрителей. Напомним, РТС выступает информационным партнером эколого-этнического фестиваля «Чирчаян». В Хакасии продолжает работу региональная программа «Соотечественники». Бывшие граждане СССР, которые приехали в Россию и стали предпринимателями, вправе рассчитывать на поддержку государства. Мария Мишнина узнала подробности и пообщалась с теми, кто получил помощь. Махат Шериф Алимов в прошлом гражданин Таджикистана. Покинуть родину заставила нужда. Сейчас у него российский паспорт. Здесь есть нормально, то, что можно зарабатывать, можно жизнь улучшить, свою жизнь. А так в Таджикистане нет, чуть сложновато в Таджикистане. Мне понравился Хакасия. В республике уже несколько лет действует программа по добровольному переселению соотечественников. Приоритет отдается трудоспособным гражданам. Они имеют возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке, пройти профессиональное переобучение. А если новоиспеченные россияне открывают свое дело, они получают субсидию 120 тысяч рублей. Бюджет федеральный. Один из критериев, когда человек организовал собственное дело, официально он открыл его, в налоговой встал на учет. И если он работает не более года, ну, конечно, мы хотим, чтобы человек продолжал эту работу, оказывал какие-то услуги или это было бы производство. Поэтому в данном случае 120 тысяч рублей, они пойдут на организацию его какого-то бизнеса в продолжение, в развитие. Вот это тот самый стимул, чтобы человек не закрылся. История Махадшарифа Алимова – пример того, как не сидеть, сложа руки. Став гражданином России, он открыл свое дело. Недавно составил бизнес-план и получил финансовую поддержку. Деньги потратил на инструменты. Сегодня бригада Алимова заходит на новый объект. Будут ремонтировать помещение для одного из абаканских кафе. А вот уже готовая работа. Банкетный зал сдали на днях. Махадшариф мечтает перевезти в Россию свою семью. В Таджикистане у него остались мама, жена и двое детей. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС. В Хакасии пройдет 30-й юбилейный фестиваль исполнителей традиционного музыкального творчества «Айтыс». Искусство музыкальной импровизации покажут более 130 человек. Тахпахчи, Хайджины Махчи, Четханисты со всех Хакасии в возрасте от 7 лет. Мероприятие откроется тетрализованным прологом. Затем конкурсанты представят свое мастерство в исполнении традиционных хакасских песен по номинациям. Победителю вручат диплом, гран-при конкурса и денежный приз. Будет работать сувенирная выставка продажа. Все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни. Фестиваль состоится 29 июня в 11 часов на Республиканском ипподроме. Вход свободный. На этом у меня все. Всего доброго и хороших выходных.